Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Почему парни пропадают после общения в реале? Начинаю общаться с парнями в интернете, всё нормально, сами проявляют инициативу, переписываемся, говорят, что я красивая. Как только встретимся в реале, после этого общение сразу сходит на спад. Не могу сказать, что я странный, общаюсь нормально, только снительный. Иногда боюсь смотреть в собеседнику глаза, но это тут при чём? Лишь это конкретно идёт, в чём причина? Я не думаю, что психологи могут ответить на такой вопрос, потому что вряд ли мы можем что-либо сказать про других людей. На мой взгляд, это совершенно невозможно, особенно про разных людей. И особенно, пожалуй, про людей, которые, может быть, даже сами не знают, что делают. Вот. Поэтому я думаю, что если вы обращаетесь прямо вот за ответом, вот, то не хотел бы вас разочаровывать, но, скорее всего, мы вам на этот вопрос не ответим. Другое дело, что то, что вы стеснительный, то, что вы стеснительный, на самом деле может оказывать влияние, может оказывать существенное влияние на то, как воспринимают вас парни, да, и существенное влияние на то, что они выходят из общения с вами. Например, например, вы можете выбирать людей, парней, таких, которым не нравятся стеснительные девушки. Вот. Вот. И когда они с вами сталкиваются, они понимают, что вы стеснительные, вот, и, соответственно, ну, из общения выходят с вами. Вот. Просто потому, что стеснительность нравится не всем. Вот. Не всем нравятся стеснительные люди. Вот. Поэтому я бы больше посмотрел здесь на то, как вы выстраиваете общение с парнями, во-первых. Во-вторых, я бы посмотрел на то, каких, именно что каких парней вы выбираете, ну, для общения. То есть, что это за люди. То есть, ну, вот, ну, буквально, 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 как, буквально, какие это люди. Вот. Буквально. То есть, что представляют из себя они с точки зрения, ну, личности. Вот. И может ли быть между вами и, соответственно, ими что-то общее? Вот. Я бы, наверное, пожалуй, такой ответ вам предложил бы с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот. И с точки зрения моего опыта, который, ну, вот, у меня имеется. Ага. еще, 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 еще одним важным моментом, на мой взгляд, является то, что вы знакомитесь с парнями в интернете. Тут тоже возникает вопрос, чем продиктован, так скажем, такой выбор. Вот. Почему вы знакомитесь с парнями в интернете? Как правило, как бы, именно, как, именно, как правило. Подобное связано с тем, что человек по той или иной причине боится или не может знакомиться в реальной жизни. Что с учетом того, что выяснительное, конечно, довольно-таки похоже на правду. Поэтому, на мой взгляд, наша задача заключается в том, чтобы рассмотреть эту историю, рассмотреть корреляцию между тем, что вы, как вот вы говорите, стеснительное, и тем, что вы знакомитесь с парнями в сети. А также посмотреть на основания, как я уже сказал, для общения. То есть, какие у вас основания для взаимодействия с парнями, на чем вы устраиваете отношения. На чем вы базируете отношения с парнями своими, с парнями, Вот. Если этот момент будет выделен, если вы сможете в этом, ну, как минимум, разобраться для себя, то ситуация вполне рискует, вполне рискует быть, ну, откорректированной, скажем так. Вот такая вот история. Что немножечко смущает, по крайней мере, замечает то, что вы пытаетесь найти ответ на вопрос, почему парни сливаются. То есть, вы пытаетесь в них, в парнях, да, увидеть проблему. Но, но, что если проблема не в парнях? Точнее, что если дело не в парнях? А, что если дело в вас? Такое ведь тоже может быть, я надеюсь, что вы не будете с этим спорить и это отрицать. Поэтому смотреть в первую очередь на себя и искать причину в себе. Тем более, если это история повторяющаяся. с точки зрения как вам сказать, с точки зрения сценарного поведения, ну, вашего, с точки зрения сценарной модели поведения, да, поведения, я бы сказал, что у вас есть, ну, в какой-то степени страх, у вас есть страх, возможно, у вас есть страх близких отношений. Вот, вы боитесь близких отношений и ну, соответственно, избегаете их, по-видимому, даже, скажем так, неосознанно. То есть вы вполне можете неосознанно избегать серьезных отношений, ну, и вообще близких отношений. Такая вероятность, на мой взгляд, ну, вполне существует. Такая вероятность, на мой взгляд, вполне может присутствовать. другой вопрос, другой вопрос, заключается, что вы хотите с этим делать, и хотите ли вы с этим делать разбираться? что-то, что-то, что-то То есть, ну, то есть, интересно ли вам с этим что-то делать? Хотите ли вы с этим разбираться? Вот, я думаю, я думаю, что примерно, примерно такой ответ вам можно дать, с точки зрения психологии. конечно, 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 могут быть и другие варианты, может быть и все по-другому, могут быть и какие-то другие причины, но, на мой взгляд, пока что ситуация вот такая, ситуация, на мой взгляд, пока что выглядит так именно, и соответственно, нет оснований, на мой взгляд, полагать. по-другому, на данный момент. Поэтому смотрите, ну, сами, хотите ли вы над собой работать? Интересно ли вам, ну, интересно ли вам будет, над собой поработать? Или, нет, или вы, ну, вот, просто, спросили, да, и просто задаете такой вот, ну, я бы сказал, несколько отвлеченный вопрос, да, просто вот, хотите, ну, просто хотели спросить, да, и спросили, и все. Соопределитесь, пожалуйста, с этим тоже. На этом все, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, желаю вам всего самого доброго, удачи!